В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте! Коротко о главных темах этого дня. Поиски завершились успешно. Потерявшийся в свободном ребенок найден. Движение восстановлено. Спустя сутки после аварии на путях в Сковородинском районе поезда начали курсировать в штатном режиме. Оттачивают мастерство езды на лошадях. Курсанты ДВОКУ впервые примут участие во всероссийском этапе конкурса «Конный марафон». Песня о Восточном. Стихи к новой композиции написал глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Ну и к первой теме. Ребенок найден в свободном. Завершились поиски шестилетнего мальчика. Ребенок жив и находится у родителей. Несовершеннолетний пропал 18 февраля в залинейной части города Свободные. К поискам были привлечены полицейские, а также волонтеры отряда «Гром». В итоге в полночь ребенок сам пришел домой. Об этом правоохранителям сообщила его мама. Внятных ответов на вопрос, где он был и чем занимался, мальчик пока не дает. Сейчас он находится с родителями. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все обстоятельства его исчезновения, весь тот период времени, в который мальчик находился вне поля зрения своих родителей и вне поля зрения других служб, мы сейчас выясняем. То есть все эти версии, вся эта информация, которая находится в социальных сетях, распространялась через средства массовой информации, та информация, которая поступает нам по линии оперативной службы, она вся отрабатывается сейчас следственными органами. То есть работа не завершена. Следователи следственного отдела продолжают работу по установлению обстоятельств и причины исчезновения ребенка, а также обстоятельства его возвращения домой. Более 8 тысяч амурчан хотят привиться от COVID-19. Они находятся в листе ожидания для получения вакцины. Всего в области препарат получили почти 26 тысяч человек. Об этом сообщили на оперативном штабе в региональном правительстве. На оперативном штабе приняли решение выделить более 5 миллионов рублей. Эти деньги направят на выплаты работникам школ-интернатов, переведенных в режим изоляции. Также было отмечено, что на прошлой неделе зарегистрировано 266 новых случаев COVID-19. Это на 200 человек меньше, чем на предшествующей. По состоянию на 19 февраля в Амурской области зарегистрировано 44 новых случаев заражения. Всего же с начала пандемии в регионе выявлено более 20 тысяч инфицированных. Из них выздоровели почти 19 тысяч человек. Три современных передвижных маммографа закупили в Амурской области. Их распределили в Бурейскую, Сковородинскую и Свободненскую больницы. Передвижной маммографический кабинет установлен на базе шасси автомобиля «КамАЗ». Он представляет собой изотермический фургон с изолированными отсеками. Здесь есть все для комфорта пациентов и медицинского персонала. Входной трап с тепловой завесой над дверью, электрические радиаторы отопления, система кондиционирования воздуха. Помимо цифрового маммографа, в каждом автомобиле установят мебель и рабочее место лаборанта. Отметим, очередная партия современной техники поступила в Преамуре в рамках нацпроекта здравоохранения. Маммографические комплексы и остальное оборудование, перед этим мы получали 5 передвижных фапов, 5 мобильных диагностических комплексов и 3 стоматологических кабинета. И вот эти маммографические комплексы размещены на базе высокопроходимой техники, что позволит всем нашим жителям, вне зависимости от того, где они находятся, в самых труднодоступных уголках, получить необходимую помощь. Более 9 млрд. рублей в составе дохода Благовещенского бюджета в текущем году дополнительные средства планируют потратить на строительство школы, оборудование контейнерных площадок и создание модульной библиотеки. Куда направить дополнительные средства, обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Благовещенской городской думы. Так, на продолжение строительства школы в микрорайоне дополнительно выделят более 30,5 млн. рублей. На формирование современной городской среды пойдет почти 19 млн. рублей, а создание новой модульной библиотеки в Благовещенске – еще 5 млн. Почти 19 млн. на работы по программе формирования современной городской среды, мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры – 60 млн. и другие статьи. Также депутаты распределили собственные доходы города. Наиболее значимая статья – это 1 млн. 150 тыс. рублей на условиях софинансирования, на реализацию национального проекта «Спорт. Норма жизни». Кроме того, собственные средства городского бюджета планируется направить на софинансирование социально значимых проектов, среди них покупка 8 автобусов, а также строительство и ремонт улично-дорожной сети. Движение поездов в Сковородинском районе Амурской области полностью восстановлено. Станция работает в штатном режиме. Напомним, в ночь на 18 февраля на станции Ангаричи сошли с рельсов 25 груженных углем вагонов. В результате аварии были повреждены пути, опора контактной сети и остановлено движение поездов. В том числе шести пассажирских. На восстановительных работах были задействованы спецпоезда и 340 железнодорожников. Спустя 19 часов повреждения путей были устранены, движение транспорта восстановлено. Все 340 железнодорожников, которые были непосредственно в восстановлении движения поездов задействованы, они, естественно, у нас сейчас будут отдыхать. Сейчас начнут работать другие специалисты по другой направленности и приводить полосу отвода в соответствии с нашим установленным нормам. Все задержанные поезда в настоящее время отправлены по маршруту следования. Диспетчерским аппаратом ОАО РЖД принимаются все меры для скорейшего ввода в график движения поездов. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. На участке трассы Благовещенск-Бибикова в районе поселка аэропорт появился лежачий полицейский. Благодаря этому скоростной режим стал регулируемым. Напомню, в октябре прошлого года в редакцию нашего телеканала обратились жители поселка аэропорт. Они жаловались на постоянно курсирующие большегрузы. При этом, кроме шума, перейти дорогу на пешеходном переходе было практически невозможно. Зачастую водители, сетовали Благовещенцы, игнорировали правила дорожного движения. Уже в декабре на участке по решению Амурского Минтранса был установлен знак ограничения скорости, а в конце января 2021-го появилась и искусственная неровность. Искусственная дорожная неровность позволяет принудительно, заведомо снизить скорость транспортного средства, так как установлены соответствующие дорожные знаки на данном участке, и, соответственно, что обеспечит безопасность пешеходов. Пять новых автомобилей для амурских судебных приставов. В региональном управлении Федеральной службы ключи от ведомственных машин получили представители пяти территориальных подразделений. Все подробности смотрите далее. Последний раз новая техника в Амурское управление Федеральной службы судебных приставов поступало в 2015 году. На сегодняшний день почти половина из 43 имеющихся в этом ведомстве автомобилей превысили положенные сроки эксплуатации. А потому новинки пришлись очень кстати. Пять автомобилей отправились в Михайловский, Свободненский, Магдагачинский, Шимановский и Завитинский районы. Пять автотранспортных средств марки «Лада Ларгус» поступили нам в управление. Мы выдавали из того расчета, во-первых, перспективные территории, которые у нас работают, делают показатели. Ну и, соответственно, один из критериев еще, что техника, которую они использовали, она была очень старая. Мы надеемся, что это не последнее наше, как говорится, такое пополнение в нашем автопарке ожидается в ближайшее время еще. Также в управлении подвели и итоги работы. Всего в 2020 году судебным приставам поступило 654 тысячи исполнительных производств. Больше всего, свыше 100 тысяч, по неисполненным кредитным обязательствам. На общую сумму более 5 миллиардов рублей. В 90 тысячах случаев судебные приставы привлекались для погашения задолженностей по ЖКХ. Также увеличилось число исполнительных производств по налогам на имущество и неуплаченным алиментам. Кстати, по числу должников-алименщиков в Преамуре лидирует Благовещенск, а меньше всего таких в Мазановском районе. Если рисовать портрет должника по алиментным обязательствам, мы это делаем, ну, своего рода такое, чтобы у нас понимание, и в том числе территориально, могу сказать так, что это мужчина возраста от 40 до 35 лет, при этом у нас по алиментным обязательствам. Неуклонно с каждым годом идет тенденция роста женщин. Из-за пандемии в работе приставов появился ряд изменений. В частности, представители ведомства временно не арестовывают имущество по адресу проживания должника. Исключение – объекты недвижимости и автотранспорт. Также неплательщики теперь могут гасить долг в рассрочку. Евгений Вдовенко, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Курсанты Двуку впервые примут участие во всеармейском этапе конкурса «Конный марафон». Это часть программы армейских международных игр. Состязание пройдет в мае этого года в республике Тыва. Сейчас команды тренируются, отрабатывают езду на лошадях. На одном их занятии побывал и корреспондент Амурского областного. Азы кавалерийской подготовки курсанты постигают с декабря. По словам их наставников, большинство впервые имеют дело с лошадьми. Однако нашлись и опытные наездники. Александр Непомнящих приехал из Уссурийска. Будущий офицер готовится стать морским пехотинцем. Говорит, это его давняя мечта. А тем более, что в семье он будет уже третьим после отца и прадеда защитником родины. Я состою в Уссурийском казачьем войске. И раньше мне приходилось иметь дела с лошадьми на различных казачьих играх. А если тебя спросить не как курсанта-двокого, как мальчишка, ты вообще лошадей любишь? Если любишь, то за что? За их характер. За их преданность. Они очень преданы. Занятия проходят в селе Николаевка. На базе учебного центра пограничного управления ФСБ России по Амурской области опытные специалисты кавалерии обучают курсантам практически всем элементам верховой езды, которые им потребуются не только при несении воинской службы, но и для того, чтобы заявиться на серьезный конкурс. Целью обучения является подготовка команды курсантов Дальневосточного высшего общего вискового командного училища во всеармейском этапе по полевой выучке конный марафон. Конкурс будет проходить в мае текущего года в республике Тывак. В соревнованиях примут участие команды военных округов, а также военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Рядовые курсанты учатся ходить различными видами алюров. Шаг, крысь, голубь. Кроме того, их обучают джигитовке, проще говоря, военно-прикладному виду конного спорта. Это поможет будущим офицерам улучшить свою физподготовку. Между тем, с лошадьми постоянно работают инструкторы. Очень важно, отмечают они, чтобы животное не застаивалось в конюшне. Это приведет к набору веса, а, соответственно, и к проблемам со здоровьем. Всего для уроков кавалерии задействовано больше 20 скакунов. Все они обладают силой, выносливостью, а также быстротой, присущим буденовской и орловской породам. Основные качества, которые были, допустим, возьмем буденовскую породу, их вывели в 1948 году специально для армии, то есть для нужд армии. Она пришла на смену донской породе лошадей. И закрепили, получается, на генетическом уровне все те качества, которые были в донской породе и чистокровного английского скакуна. Орловская порода, у нее практически такие же качества, как и у буденовской, только стать немножко другая, и закреплена наследственно резвая рысь. А рысь – это один из основных аллюров в охране государственной границы. Все армейские игры «Кон и марафон» проводятся с 2019 года. Они включены в программу армейских международных состязаний. Команда «Двоку» примет в них участие впервые. Победа позволит амурским курсантам выйти на международный этап, который пройдет в Монголии, чтобы побороться за первое место. Ольга Сысой, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Белогорске в День защитника Отечества прогремит военный салют. Огневые позиции разместят в городском парке. Польбоваться красочным фейерверком приглашают всех амурчан. Также 23 февраля Амурское областное телевидение покажет праздничные концерты, церемонию вручения наград полицейским, пограничникам и спасателям. В 17.20 в эфире АУТВ и ОТР выйдет галоконцерт областного фестиваля художественного творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Вославу Отечества». Телеверсию праздничного концерта для жителей региона подготовили сотрудники нашего канала и областного дома народного творчества. В программу мероприятия вошли 24 номера, 60 исполнителей. Советская и российская группа «Любэ» исполнила песню о космодроме «Восточный». Стихи к новой композиции написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Где корабль готовый к бою, над бетоном прочным, Облака пчели не кроет, кружат над Восточным. В новой патриотической композиции рассказывается о России от Дальнего Востока до Калининграда. В тексте есть упоминания об Амурском космодроме «Восточный». На видео показали основные предприятия ракетно-космической промышленности, а также коллективы, которые создают технику для покорения космоса. У себя на странице Фейсбука автор слов Дмитрий Рогозин выразил надежду, что новая песня понравится многим. Кстати, глава госкорпорации пишет стихи уже давно. На сайте ведомства даже сделали отдельный раздел с его творчеством. На этом выпуск завершен. О развитии событий вы можете также узнать в инстаграм-аккаунте Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова